Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.04, что-то нас не видно. А нет, вот видно, вот мы сидим, Быков пьет водичку. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я обещал, что мы сейчас сразу начнем с новости про спецподразделение МВД по борьбе с педофилами. У тебя есть вот такой экспромт? Какой-то анализ этой новости? Ну, еще, Шекспром, в свое время с Лженицын, коль скоро мы цитируем классику, Архип Гулаги совершенно точно сказал, что в России немедленно появляется то, с чем начинают бороться. Начинают бороться с опоздантами на работу, тут же все опаздывают и сажают массу людей из-за этого. Начинают бороться с сотрудничающими, значит, со шпионами, условно говоря, с тем, кто сотрудничает с иностранной разведкой, шпионом становится любой. Это такой социальный заказ. Так что здесь вот можно предсказать довольно скорое появление в России довольно массовой педофилии, потому что ведь это может... Ее сейчас нет. Разумеется, нет. Но этому заведению надо же будет как-то... Статусность передать, с чем бороться, чтобы... Как-то отчитываться, как-то рассказывать о том, что они творят, да, деньги свои каким-то образом отрабатывать. Тем более, что, понимаете, ну, покажите мне человека, даже не сами расскажите, может, вы видели, но знаю, что не видели. Покажите мне человека, который видел хотя бы издали хоть одного педофила. Педофил, что ли? Да, вот как-то так случилось, действительно, что в моей жизни и в жизни, слава богу, моих детей, моих школьников, я довольно много общаюсь с детьми, никогда я с педофилами не пересекался. Скажу больше, попытка раздуть грязнейший, невыносимый педофильский скандал на Украине в партии регионов, это устроило из-за Артека, да, гнуснее этого, трудно что-то представить. В Прибалтике педофильские скандалы постоянно, которые тоже кончаются ничем, потому что это грязнейшие из способов политической борьбы и способ такого отвода народного гнева. Совершенно очевидно, что сейчас педофилов появится очень много, и под этим предлогом народ попытаются отвлечь от его реальных проблем. Как и предсказал Солженицын, вот это такой универсальный способ производства. Ну, ладно, бог с ними, с педофилами. Может быть, создать какое-нибудь подразделение по борьбе с порядочными людьми, может быть, их в России немножко прибавится. Давай подождем, когда мясо информационное появится. А сегодня у нас, да, ну, напоминаю, значит, наш твиттер хэштег новости в классике, или ко мне в твиттер пишите, коммерсант FM, радио коммерсант FM 936, это наш фейсбук. Там же можно смотреть трансляцию программы, ну и на канале коммерсант FM в ютубе. Сегодняшнее информационное мясо, это, конечно, Пуси Райот, прокуратура потребовала три года, реальный срок. Никита Баталов целый день сегодня работал в Хамовническом суде. Выставила защиту, эмоциональное было выступление адвоката Виолетты Волковой. Она заявила, что храм Христа Спасителя не является храмом в привычном понимании этого слова, так как там множество коммерческих площадей, что он является имитацией храма, цитата, «так же, как и манекен, руки и ноги есть, а вот души нет». Снова рассказал Волков о том, что девушек фактически пытали в СИЗО, что они не высыпались, не могли нормально питаться, не видели своих детей. Далее выступили коллеги Волковой Марк Фегин и Николай Ползов. В целом они заявили то же самое, но добавили, что суд намеренно не хочет видеть политической подоплеки в действиях активистов. Выставили также сами девушки. Все трое сказали, что никакой религиозной недвести и вражды, и это была полностью аполитическая акция. Тут на последней картинке, наверное, не очень видно, это демотиватор написано «Пуссирает начало», и маленькие девочки танцуют. А, да, звучит, танцуют непосредственно. Ну, ваша точка зрения, вернее, не ваша, а классики литературные. Ну, а что касается классики, здесь, к сожалению, все укладывается в рассказ Чехова «Хамелеон». Идет полицейский надиратель Чумелов, с ним рядом, значит, его помощник Елдырин. Сними-ка, брат Елдырин, с меня шинели, да? Да, и, значит, собачка укусила Хрюкина, а собачка-то, оказывается, генерала Жигалова. И вот мы наблюдаем сейчас... И фамилию у него зовут. Да, фамилию, да, Елдырин. Да, тут мы как раз наблюдаем удивительные совершенно повороты в этом деле. Сначала предельная жесткость, откровенные пытки, значит, есть, спать, пить не дают, скорую два раза вызывают, потому что девочки уже никакие, действительно. Потом вдруг Владимир Владимирович Путин говорит, не надо их слишком уж строго наказывать, пусть они сами осознают. И вот уже свидетели обвинения просят условного срока, и вот уже, значит, некоторые шаги навстречу делают стороны обвинения и защиты, и вот уже появляется надежда. То есть все зависит, как в фильме «Звезда пленительного счастья», от частных капризов одного человека. Как бы это ни было печально, но вот этот хамелеонизм мы сейчас наблюдаем, потому что только что действительно Пусси Раи были абсолютными врагами народа. И тут вдруг, да может, они сами осознают. Ну, подожди-то еще ничего же не... Ну, пока непонятно, конечно, но мне очень хочется надеяться, потому что, да, все-таки всегда же хочется надеяться. Я просто не знаю, что здесь сыграло решающую роль. Протесты британской общественности, протест Мадонны, о котором мы будем говорить, хотя Мадонна, в общем, не самый влиятельный политик в мире. Массовые выступления рок-музыкантов. Мадонна, мы сейчас к ней вернемся. Послушаем, послушаем. Трудно, конечно, сказать, что именно. Я, в общем, за то, чтобы хамелеон перекрашивался в человеческий свет, да, в телесный. Но, тем не менее, пока вот эта такая абсолютная управляемость, ее публичная демонстрация, она вызывает довольно брезгливые чувства. Хотя это, в общем, хочется надеяться. К этой теме будем сегодня возвращаться. Сейчас у меня брейкин-ьюс. Брейкин-ьюс. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина выиграли золото олимпийских соревнований и дуэты в синхронном плавании. Вот, а теперь я не знаю, как реагировать. Я прочитаю просто заголовок. Тоже, наверное, брейкин-ьюс. Дмитрий Медведев, двоеточие, Рия, сообщает. После первого спуска в шахту, по традиции, угольщиков выпил, но немного. А чего? Что, выпил? Да, потому что Владимир Путин после первого спуска... Боевые 100 грамм. А, боевые 100 грамм. Потому что Путин после первого спуска на водной лодке пил морскую воду. Тут никогда, в общем, не угадаешь. Нет, это другая традиция. А какая традиция угольщиков, кстати говоря? А напишите нам, что шахтеры по традиции выпивают. Может быть, угольное что-нибудь действительно. Потому что, честно говоря... Вода с угольной пылью. С квасом. Честно вам скажу, что выпивать после подъема из шахты, ну, просто физически опасно для здоровья. Тут можно действительно сосуды могут лопнуть. Это как у этих самых удовольствий. Это вообще очень нелегко. Я знаю, что действительно спуск в шахту и подъем оттуда, это серьезное испытание для организма. Впрочем, Дмитрий Медведев, человек крепкий и, возможно, что... Может быть, он просто выпил на радость тех, что вернулся оттуда. Что поднялся. Потому что он сказал, что труд угольщиков остается все еще тяжелым. Остается предельно тяжелым. А, да. Остается с комсомолом. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Главное сегодня. Обвинение высказал за смягчение наказания совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Прокуратура требует для участниц пангруппы Пуссирает три года лишения свободы. Певица Мадонна выступит с единственным концертом в Москве. Новости коротко. Посольство Соединенных Штатов предупредило своих граждан, которые собираются посетить концерты Мадонны в России, что им угрожает опасность. Есть такие данные по Питеру. Согласно этому заявлению, американская дипмиссия советует гражданам США проявлять повышенную бдительность. Хотя дипломаты ожидают, что усиленные меры безопасности будут введены на обоих концертах и в Москве, а сегодня и в четверг в Питере. Спортивные чиновники из Камеруна заявляют, что не знают, где находятся семь спортсменов из Олимпийской сборной страны. Предположительно, пять боксеров, половец и футболистка покинули сборную Камеруна, чтобы остаться в Европе по экономическим причинам. Причем запасной вратарь женской сборной Камеруна по футболу исчезла еще до начала Олимпиады. А с лица Петти, которую сотрудники Бристольской благотворительной организации по спасению животных, Хорс Уорлд, вывезли из Румынии, стала художницей. Ее тренер Вики Грейнслен случайно заметила, что Петти водит по бумаге кистью, зажатой во рту. Вообще-то дело в том, что Петти тащит в рот все подряд, она просто пытается все это съесть. Но вот оказалось, что ее привычку можно использовать. Сейчас картина и ослицы успешно продают частным коллекционерам. Последняя ушла за 150 тысяч долларов. Александр Васильев, московский трафик в эти минуты. Плотность движения в столице к этому моменту оценивается на 6 баллов. Поток затруднен. Все внимание сейчас на кольцевые города, на бульварном. Ехать свободно можно только по внешней стороне Никитского бульвара, по внутренней стороне Покровского и на Гоголевском. В обе стороны свободное движение. На Садовом сейчас трафик с пробками и затруднениями. Вообще загруженность этой кольцевой достаточно высокая. 7 баллов по внутренней стороне, по внешней 8. Свободное движение на Садовом. От Ленинского проспекта до Смоленской площади. От Красных ворот до Курского вокзала. От Сретенка до Первого Коптельского переулка. Это все на внутренней стороне. Внешнее направление едет свободно от Кудринской до Смоленской площади. От Ленинского проспекта до Серпуховской площади. И от Николаемской улицы до Высокоявского моста. Информационный канал Яндекс.Пробки. Через 10 минут о движении на радиальных магистралях столицы. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.13 в Москве. Живо Твиттер реагирует на новость о том, что он немного выпил Дмитрий Медведев. После первого спуска в шахту мрачный, мрачный крепыш. Вот так вот оценивают. Вот. Оно пишет, например, хорошо, что не закурил тайком. Вот. А самая распространенная версия, конечно, что выпил он активированного угля. Угля, разумеется. Да, несколько. Интересно, а руку никто не поцеловал ему при подъеме? Ну, все-таки же это, наверное, уже мой счет в обычном. Что ты сегодня торопишься? Хорошо молчу. Ты забежал вперед по поводу Мадонны. Значит, давай мы про Мадонну теперь. Она не просто приехала с концертами. Она дала интервью Олегу Кашину, специальному корреспонденту издательского дома. Затем и ехал, я полагаю. Я тоже так думаю. Давайте посмотрим. Зачем вообще ехать в Россию, кроме как не увидеть Кашину? Так, мы все, конечно, интервью не будем вам давать, потому что он очень большой. Я выбрал вот этот вот кусочек про Мадонну и ее отношение к демократии. Я верю в демократию и считаю, что, простившись с коммунизмом, Россия все-таки должна стать демократической страной. Россия должна стать демократической страной, в которой у людей есть свобода слова, свобода самовыражения. Если вам не нравится поведение главы государства, вы должны иметь право высказать свое мнение. Тюрьма для людей, выражающих свое мнение, это не признак демократии. Я считаю, что с девушками поступили нечестно. Ну, с девушками-то понятно, что это Пусти Райт. Она какой-то сюрприз подготовила для сегодняшнего концерта, пока не знаю. Видимо, песню Богородицы Путина у милости или что-нибудь в этом роде. А есть такая песня? Нет, ну, видимо, нет, но это же, вероятно, ее сюрприз. Такой песни раньше не было, например, Богородица Путина про гони, но после Пусти Райт она появилась. Нет, у Мадонны что-то, like a prayer в новой версии. У Мадонны будет что-то, like a prayer, like a surgeon, что-нибудь такое. Тут в чем, собственно, проблема? И какой здесь действительно аналог? Тут замечу, что в буквальном переводе она сказала, Russia is supposed to be, да, Россия предполагается быть демократической страной. Уверенности в этом она не выразила никакой. Просто именно, что такова общественная интенция. Чего общественная? Интенция, намерение, ожидание, intention, да, такое, в общем, как бы, как направление, намерение. Это все-таки умный, а? Самому противно, однозначно не переведешь. И вот мне все время, значит, здесь представляется, что почему-то все время Пусти Райт защищают те персонажи, которые способны вызвать у российской власти, у российского обывателя наибольшее отторжение. Сегодня ты как православный хругвеносец сейчас говоришь. У них было сегодня заявление, они там с маленькой буквы написали, и не этим Стингом Мадонном, и так-так-так. Ну, разумеется, они поют-то получше, чем все эти Стинги Мадонны, это понятно. То православные хругвеносцы, они поют? Ну, видимо, если они позволяют себе с малой буквы перечислять этих персонажей. Но если говорить серьезно, то ни Стивен Фрай, о чем мы уже говорили, ни Мадонна, это не те люди, к которым, в общем, прислушивается российская власть. Потому что их поведение у самой российской власти вызывает довольно много вопросов. Мадонну пытались здесь, значит, не пустить выступать. Андрей Кураев, человек, конечно, много сделавший для защиты Пусти Райт, но не самый толерантный, говорил, что не пойдет православный христианин на Мадонну, а более того, можно ведь написать, но он не призывал к этому вопросу, можно ведь, да, взять да сорвать концерт, сообщив о заложенной туда бомбе. Так что обращение... Причем бомбе, заложенной там, по-моему, из Новой Гвинеи, там, каким-то террористом. Мало ли, да. Ну, просто это напоминает, например, вот эту классическую песню Александра Серова, Мадонна, да, что вот рисует там дождь твой образ на стекле, а вот закрою я глаза и нет никакого образа. Очень какая-то зыбкая, эфемерная, на самом деле, борьба. Нет, слушай, когда ты цитируешь... Ну, Серов классика, ну классика. Вот я просто даже растерялся. Классика, конечно. Ты знаешь наизусть Александра Серова. Ну, сколько лайков у него, сколько скачиваний, потом, сколько я его слышал из всех палаток на южном берегу Крыма, ничего не поделаешь образ. Что вот сейчас вот, когда ездил еще до сих пор? Да, там 90-е годы полноценные, да. Так что образ твой Мадонна, это, в общем, я слышал... Про Серова я не слышал очень давно, я слышал про него, что он в Америке известен как Саша Грей. Достойно, пожалуй, хорошая фамилия, да, Грей такой, ничего себе. Но при всем при этом я, конечно, Мадонну приветствую, и приветствую Кашина, которую сумел... Но ты оставляешь за ней право вот такие заявления? Ну, как я могу за ней не оставлять какого-либо права? Она вообще своей нелегкой жизнью долгой, она заслужила себе, да, и также борьбой за свои права. Вообще героическая женщина, ребенка одна воспитывает. Я все могу понять. У нее многих, полно ребенков, и она периодически одна. У нее, по-моему, одна дочь такая. Как же одна? У нее еще там какие-то трое? Ну, приемные еще. Как не счет? А ты их не воспитываешь, что ли? Ну, как нет? У меня, слава богу, так вот приемных-то нету. Нет, ну ты считаешь, что их не надо воспитывать? Нет, воспитывать, конечно, надо, но, в общем, мы Мадонну любим не за это. В любом случае... Я, честно говоря, Мадонну не люблю. Нет, почему? Она мужская женщина. Не знаю, мне она никогда не нравилась. Есть у нее очень хорошие песенки, ничего не скажешь. Просто не та эта фигура. Вот если бы кто-нибудь из зарубежных церквей, может быть, тех же македонских, взял бы и сказал, да помиловали бы их уже, да, вот это, мне кажется, произвело бы некоторые впечатления. А Мадонна кто? Нет, мне кажется, что это должен быть какой-то совершенно другой авторитет. Это вот как, помнишь, Джордж... Барак Обама? Нет, нет, какой Барак Обама? Господи, кто это такой? Это вообще непонятно. Хромая утка, да? Нет, это все ерунда. Серый шейк. Это вот как у маленького Буша. Помнишь, у него всегда он говорил, что он разговаривает с Богом напрямую. А-а-а. И это было совершенно вот для него естественно и органично. Мне кажется, что Господь уже такие явные сигналы подает, что дальше просто некуда, действительно, имеющие уши-то слышат. Ну, Господи, ну неужели вся реакция мира, вся реакция сколько-нибудь думающей России, дикое количество глупостей, катастроф, которые происходят в России самой, неужели все не доказывает, что эффективнее все-таки свобода и разум, нежели инквизиция? Нет, вот люди продолжают не следить. Господь им очень много чего говорит. Он им столько уж всего говорит, да? Но все равно это как в том анекдоте. Господи, дай мне выиграть лотерею, купи хоть раз лотерейный билет, да? Прислушайся, да? Тогда тебе не Мадонна будет говорить, а непосредственно Богородица. И не Александр Серов. Но ведь она, видимо, говорит то, что им не очень приятно, поэтому они продолжают прислушиваться скорее к себе. Ну, подождем новостей с концерта Мадонны. Подождем завтрашнего приговора. Может быть, будет это интересно. Но приговор-то это само собой. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Сейчас прервемся на 40 секунд. Алло, слушай. Проезжаешь по Садовому мимо Нового Арбата. В сторону Старого. По левую руку будет здание МИДа. И сразу поворот направо мимо гостиницы Белград. Проезжаешь британское посольство, увидишь храм. А напротив него дом с узорным фасадом и огромными окнами. Это и есть смоленский делюкс. Если заблудишься, звони. Привет. Дом Смоленский делюкс. Первый Смоленский переулок, 19. Мой дом в центре Москвы. Донстрой, 9254747. Телефон рекламной службы. 627 1027. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Брис-М опять не разогнался. Очередная космическая авария снова произошла из-за сбоя в разгонном блоке ракеты-носителя «Протон». Платону Лебедеву могут сократить срок. Сегодня прокурор неожиданно поддержал просьбу адвокатов бывшего главы Минатепа. Это следующие программы сегодняшнего выпуска новостей в классике. Все подробности сразу после актуального трафика и погоды. Слово Александру Васильеву. Загруженный столичных дорог на данный момент оценивается в среднем на 6 баллов. Движение затруднено. Смотрим за трафиком на радиальных магистралях. Из центра города в сторону МКАД самые серьезные пробки на проспекте Мира. От Крестовского путепровода до улицы Докукино. На Ленинском проспекте от Лобачевского до МКАД. На Кутузовском от Третьего кольца вплоть до Минской улицы. Ехать свободно из центра в сторону МКАД можно лишь по Волоколамке и по Люблинской улице. Но за пределами столицы движение сейчас затруднено на многих магистралях. Ехать дольше всего придется через пробки на шоссе энтузиастов. От МКАД до объездного шоссе. На Ленинградском от развязки в Молжениновке до поворота на Перепечино. И на Носовихинском шоссе от шоссе Рича до Керамической улицы. Информационный канал Яндекс.Профи через 10 минут о движении на столичных кольцевых. Прогноз погоды представляет ООО Тегала Руфинг Цейлз. Кровельные системы. 32 градуса в Москве в настоящий момент. Завтра целый день солнца, но чуть прохладнее. 26 обещают. Под крышей Тегала уютно и комфортно в любую погоду. Тегала. Воплощение надежности и безупречного стиля. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19 часов 22 минуты. Напоминаю, новости в классике. С нами можно общаться. Хэштег новости в классике. Это в Твиттер. Или пишите в мой Твиттер тоже. Можно заходить на нашу страничку в Фейсбуке. Радио Коммерсантов М936. Там же можно нас смотреть. И еще на канале радио новостей в Ютьюбе. Прямая онлайн трансляция и видеоархив. Что-то она сегодня, кстати говоря, трансляция наша периодически подвисает. Ну ладно, ничего, все равно. А я зато сочинил стишок. Валяй. Ко мне ты бегала под крышу Тегала. По-моему, очень хорошо. Сколько они тебе заплатили? Бесплатно абсолютно. А я представил, как это здорово. Он сидит и тут она к нему прибегает. Не вот в этот дом на Смоленской. Когда она тоже к нему бежит с совершенно определенной целью. А под крышу Тегала. И там они все начинают Тегалиться. Как это сегодня в суде-то было сейчас? Подожди, господи. Что там было, скажи. Про совокупление. Чье с кем? Ну, этих группы война. Они что, совокупляются? Да нет, адвокат вспоминал старую историю про поддержи наследника. А про аппарат есть, да, все-таки. Сейчас, подожди, нет, я не успокоюсь, пока не... Пока не найду конкретику. Сейчас, сейчас, Никита Батал. Ко мне ты бегала. Ты пока можешь петь, да. От крыши Тегала. Заполняй паузу. Так-так-так-так. А что, там им припомнили Медвежонка? Да-да-да. Медвежонка? Да-да-да-да. Ну, это же уже давно было все... Непристойные совокупления, вот. А бывают пристойные. Я, видимо, думаю, что да. Но здесь непристойность совокупления заключалась, в основном, конечно, в его публичности. В том, что это все происходило у почтенной публики на глазах. Сильно, да, интересно. Между прочим, Петр Милованов нам пишет, что Мадонна и есть Богородица. Да, разумеется. Слушай, да, я как-то... Но только Чикона, да, вот эта Мария Луиза, она не совсем, да. Но у нее тоже... Мадонна же это ее имя, это же не какой-то там этот никнейм. Так, ладно, у нас технологические новости дальше. У нас, к сожалению, сегодня опять произошла космическая авария. Ракета Протон-М. Вот она. Здесь она еще стоит у нас на стартовой площадке. В очередной раз не смогла вывести на орбиту спутники, хотя стартовала вроде бы хорошо. Но это, естественно, не сегодняшняя фотография. Но стартует она приблизительно всегда хорошо. Вот. А потом в последнее время ее подводит вот эта штука. Это называется разгонный блок Бриз-М. Вот там справа у него видно надпись, что это он действительно. А выглядит вот на этой картинке очень хорошо. То есть, вот видите, вот тут и ракета, и к ней вот этот разгонный блок. В общем, он опять не разогнался, на третий раз не включился. В результате два спутника общей стоимостью в 200 миллионов долларов. Один для России, другой для Индокитая, для Индонезии в основном. В общем, они превратились в мусор. Естественно, опять... Они утонули. Нет, они пока летают, но хорошо, чтобы они не врезались в МКС. Естественно, опять разговоры, что делать, кто виноват. Все говорят, что виноват, конечно, господин Поповкин, руководитель Роскосмоса. Но мнение это разделяют не все. Вот, например, сенатор Руслан Гатаров считает, что очень трудно будет найти сейчас, в нынешних ситуациях, замену господину Поповкину. В моем родном университете есть факультет аэрокосмический. Я на него на бюджет набрать не мог. Это вопрос кадров. Выгоним сегодня Поповкина. А кто на место его придет? Вы уверены, что не будет подобных контингентов? Важно поставить действительно менеджера, у которого будут полномочия, у которого будет идеология, у которой будет понимать, что с этим ведомством он будет делать. На данный момент Гассонин Поповкин просто этого не понимает. Дет ведомство по старым рельсам, это делать нельзя, потому что кадровый вопрос изменился. Люди изменились. Какую ты видишь причину всех этих аварий? Я с грустью должен заметить, что здесь мне вспоминается Кэшелем и прежде всего рассказы пилота Пиркса, и прежде всего Арахна, где Пирс говорит, что чего бы мы не достигли, космические катастрофы будут всегда. Это неизбежно. Другой вопрос, что как мы будем к этому относиться, будем ли мы расценивать это как должное, или пытаться что-то сделать. А что значит расценивать как должное? Ну, будем ли мы считать, что ничего особенного не произошло, или все-таки попытаемся сделать какие-то выводы. Но я здесь против того, чтобы обвинять. Потому что действительно, космос, это, к сожалению, наименее предсказуемая сфера. У нас столько аварий за эти два года. У нас, я думаю, их хватало и в 70-е годы, но мы просто ничего о них не знали. Космос, это очень травматическая вещь. Ты вспомнишь, что происходило с челноками, несчастными американскими шаттлами, и все равно они пытались их загонять дальше и дальше, и все равно они продолжали с ними экспериментировать. К сожалению, вот тут прав Пиркс. Космос, это такое место, где никогда не будет без катастроф и травм. Ну, я здесь против того, чтобы огульно винить Поповкина, его ведомство, пытаться сделать какие-то срочные оргвыводы. Мне кажется, что или осваивать, или уже сидеть сложа руки. Получается, сейчас меня будут здесь наверняка... Ну, или меня будут наверняка, естественно. Нет, ну, тебя обязательно, а меня как бы нет. А тебя не обязательно. Просто получается, что американцы сделали выводы, а у нас как-то они не очень выводятся. Американцы их делали, но, тем не менее, помнишь... Вот вчерашняя тебе картинка. Вчера американцы посадили свой этот марсоход Curiosity. Ну, конечно, это очень... Да, мне тоже очень неприятно. А когда была катастрофа, значит, шаттла, и одновременно с нашим успешным запуском, тоже это было, в общем... Ну, ничего не поделать. Я говорю, космос, это, к сожалению, не та сфера, где мы можем обеспечить стопроцентную конкурентность и стопроцентные гарантии. У них взрывается, у нас взрывается. Помнишь, как там специалисты НАСА сказали, мы пережили 7 минут ужаса, потому что у нас не было никаких гарантий, что... В общем, это до посадки, они говорят, что будет вот эти 7 минут ужаса. Примарситься, да, потому что действительно все вращивают на электронику. И там это не 2 миллиона, а 2 миллиарда стоило Curiosity. И если бы оно навернулось... Ну, там, правда, людей, слава богу, не было, как и в нашей ракете, да? Вот как сказать? Я, конечно, все равно... Там я испытал бы грусть большую по этому поводу, но вместе с тем... Ты написал бы «Оду на смерть Curiosity». Я пока, кстати, написал «Оду на его приземление». Сейчас я, Примарси, прощту сейчас, конечно. Но тут ужас-то, так сказать, и прелесть ситуации. Они в другом. Все равно долетели, не долетели, а все равно испытываешь гордость, да, восторг. За человека, который вот до Марса долетел. Даже упасть. На Марс даже не приземлиться. Даже упасть. Даже загубить 2 миллиарда. Это все равно... Ну, так круто, так здорово. Это гораздо лучше, чем их пропить, потратить на яхту, там, украсть. Это все равно гениально. Поэтому даже упавший спутник, там, превратившийся, бог знает во что, он вызывает у меня законную гордость. Давай стихи. Ну, подожди, я еще не могу их найти, сейчас вот я найду, а ты пока рассказывай про следующую новость. Нет, ну, следующую новость я не хочу рассказывать, потому что мы ее раньше времени-то зачем сдавать. А что за, кстати, расскажи, ведь интересно. Ну, про Лебедева я же сказал, у нас следующая новость будет. А, вот про это его выпуск, да? Да, да, да. Я могу сказать только то, что в 19.40 у нас с тобой будет Андрей Макаревич в эфире. Живой настоящий. Да, да, он позвонил, и он хочет поговорить по поводу своего письма, так что у нас будет собеседник с тобой. Ну, я могу вспомнить только, к сожалению, первые четыре строчки. Потомки, однажды вы спросите, каких вы наделали дел. Мы скажем, при нас Curiosity успешно на Марс полетел. Все остальное забудется, да? Примазался быков к успеху НАСА. А это будет наш общий праздник. Это будет НАСА общий праздник. Да. Сейчас там еще кончается очень хорошо, что, я думаю, все человечество, воры по бродяге из кины немедленно увековечится не с худшей своей стороны. Вот это молодец. Ведь можешь, когда хочешь, да. А то все гадости какие-то. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Главное сегодня. Обвинение высказалось за смягчение наказания совладельцу Юкоса Платону Лебедеву. Прокуратура потребовала для участниц пангруппы Пусси Райт трех лет лишения свободы. Мадонна выступит сегодня с единственным концертом в Москве. Новости коротко. Музыкант Андрей Макаревич назвал свое письмо президенту Владимиру Путину эмоциональным поступком. Наступает момент, когда понимаешь, что молчать как-то неудобно. Мне известны какие-то ситуации, но я не вправе называть имена людей, если они сами этого не сделали, заявил Макаревич. При этом за конкретными примерами коррупции и советами по организации борьбы с ней лидер «Машин времени» рекомендует обращаться к Алексею Навальному. Министерство иностранных дел не рекомендует российским туристам покидать пределы курортных зон на Синайском полуострове. Рекомендация связана с ростом напряженности в этом регионе Египта. Напомню, 5 августа в результате атаки боевиков на пограничный блокпост у города Рафах погибли 16 египетских военнослужащих. Еще семеро получили ранения. Напомню, на Синайском полуострове находятся популярные мировые курорты Шарм-эль-Шейх и Дахаб. Актер Саша Бэронкоэн намерен создать пародию на Джеймса Бонда. Свой проект он уже представил в студии Paramount. Официальных комментариев, правда, от компании пока не было. По имеющимся сведениям, секретный суперагент узнает, что у него есть брат, причем довольно туповатый. В силу неких обстоятельств героям приходится спускаться в бегах. Какого из братьев собирается изображать сам Саша Бэронкоэн, это пока неизвестно. Текущая ситуация на рынках. Константин Максимов сейчас в студии. Продолжается рост сырьевых активов. Нефть Брэнта уже поднимал свыше 111,5 долларов за баррель. Сейчас увеличение процента из 73 сотых. Ну, соответственно, WTI 93.30. И фактически коснулись мы отметки 93.50. Все это вызывает такую осторожную паузу в движении вверх в фондовых индикаторах. 1403 пункта индекса S&P, 0,7% плюс. Также 0,7% в среднем прибавляется в окопный индекс Евростокс 600. Ну и, собственно, европейская сессия закрывается, как вы понимаете, этим показателем роста. В тройке лидеров наибольшее увеличение в Париже. Проценты из 0,45 прибавляют парижский КЭК 40. Ну и лидером роста региона, наверное, можно считать Милан. Тут увеличение более чем на 2%. Единая европейская валюта продолжает корректироваться. На доллар отвоевывает свои позиции 1.24.20. Валютные торги в России в итоге завершились незначительным ослаблением рубля. Ну, составлено, правда, всего 0,04%. 1 копейку 35.01. Доллар 31 рубль 58 копеек. Евро 39.21. Московский трафик. Слово Александру Васильеву. Плотность движения в столице на данный момент оценивается на 6 баллов. Затруднен поток по столичным дорогам. Все внимание сейчас на Кольцевые Москвы. На МКАД к этой минуте движение с большим количеством затруднений. Есть пробки от Боровского шоссе до Можайского. От Белой дачи до Бесединского путепровода. Это на внутренней стороне. На внешней движение с пробкой от Дмитровского шоссе до Библиотечного проезда. На внешнем же направлении МКАД затруднение от Рублевки до Можайки. И от Востарьковского проезда до Каширского шоссе. На внутренней стороне затруднение от Бесединского путепровода до Каширского шоссе. От Трагино до Соломени Рис. От Куркинской эстакады до Библиотечного проезда. И от Ленинского проспекта до Боровского шоссе. Информационный канал Яндекс.Пробки. Через 10 минут о трафике на других столичных кольцевых. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.33 в Москве. Еще одна судебная тема. Такое неожиданное развитие получила история с ходатайством адвокатов Платона Лебедева. Напомню, он отбывает свое заключение в Вельской колонии. Я вам ее сейчас даже покажу. И сегодня прокурор согласился с тем, что нужно смягчить наказание. То есть там сокращается срок по второму приговору с 13 лет до 11. Давайте мы послушаем адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова. Прокурор заявил, что он не находит оснований для удовлетворения ходатайства о снижении наказания Лебедева до фактически отбытового. Сославшись, на наш взгляд, на абсолютно неверное толкование уголовного закона. И что еще более удивительно, на некие никому не поясненные, суду не поясненные, иные обстоятельства. Что это такое, никто не знает. Его окончательное суждение о том, что в целом, после всех его арифметических подсчетов, с которыми мы согласиться, конечно, не можем, общее наказание должно составить 11 лет и 3 месяца, вместо 13 по приговорам. Я понимаю позицию адвоката Краснова, но, тем не менее, для меня это была неожиданная совершенно история. Вот город Вильск, он покажет. Для меня-то это тоже большая неожиданность, но мне кажется, что здесь самое время вспомнить классический автобиографический роман Евгения Гинсбурга «Крутой маршрут». И слова о том, что самое страшное – это пытка надеждой. Потому что, когда регулярно обещали Беревскую оттепель, скажи мне, Берия, открою ли дверь, пересматривали дела, с волей поступали сведения, что вот, не обнаружили состава преступления, сейчас будут выпускать. Я не исключаю, что здесь эта пытка надежды и происходит сознательно. Здесь нарочно обещают Лебедеву выход чуть пораньше, ненамного пораньше, кстати сказать. Два года, значит, это более чем пораньше. Два года – это много, но, тем не менее, ему остается еще довольно много. И вот это все-таки может… А он человек тяжело больной, поэтому я думаю, что здесь идет… Я понимаю, что Лебедеву многое можно инкриминировать, во всем случае, если захотеть. Правда, не совсем понятно, почему он с Ходорковским должен за все это поколение отдуваться, но тут проблема не в этом. Проблема в том, что, мне кажется, вот этой пыткой надеждой все ограничится. Я очень хочу ошибиться, потому что, может быть, решили тогда действительно применять тактику «кнута и пряника». Вот мы сегодня зажмем Пусси, а завтра мы… Да, вот понимаешь, потому что очень многие стали говорить, что сейчас, по-моему, Глеб Павловский, это первый он запустил. Потом Лимонов. Что все, интерес к Ходорковскому падает, уже неинтересно, его можно выпустить. Но для сохранения баланса какого-то некоего, да… Кто-нибудь должен, да. То есть, какой-то кадр сделать надо обязательно. Навальный пока он еще на подступу. Я говорил, Навального сажать нельзя. Борьба с Навальным – основное содержание русской политики. Борьба с Пусси не может быть содержанием политики. Но равноценная замена. А Ходорковского и Лебедева на Пусси Райот? Нет, я же уверен, что нет. И я думаю, что люди, которые это делают, прекрасно понимают реальный потенциал Ходорковского и Лебедева. И понимают, что, в общем, Ходорковский и Лебедев – это, в отличие от Пусси Райот, люди, которые уже успели доказать свой абсолютно неизгибаемый стальной характер. Это, извините за грубость. Прикс. Это, да, Райот оф декок, как мы когда-то писали в «Граждане не поэти». Так что здесь, действительно, замена Пусси на кок, она, в общем, не совсем адекватна. Тем более, что Ходорковский, я не хочу этим вовсе создавать ему дополнительные проблемы, потому что вот скажешь такое. Да он вроде сказал, что он не будет ничего делать. Передумают его выпускать. Вне зависимости от того, что он делает, он сегодня один из немногих людей, уважаемых решительно всеми. В диапазоне там от Людмилы Улицкой до Геннадия Жюганова. Он вызывает даже скачков с ним на зоне. Ковачков, ты будешь? Только я известен, он, в общем, никогда особо не скрывал свои антисемитские взгляды. Вот у него вот та история, что среди огромного количества мерзких жидов должен быть один хороший еврей. Один приличный, и такое разрешается. Вот, как бы, Ходорковский для Квачкова был вот этим приличным евреем. Хорошим евреем, да. Но, как бы то ни было, он умеет находить, как положено, общий язык с людьми. Поэтому я не думаю, что сейчас интерес к Ходорковскому упал. Ходорковский сегодня это единственный человек, который способен оппозицию консолидировать. Вот почему я с ужасом думаю, что никто его на самом деле выпускать не собирается. А вот поманить его хотят, это вполне садичное такое, очень эффективное средство. Но он, я надеюсь, не ловится уже, как и Лебедев, не ведется на такие вещи. Но это тоже мы завтра узнаем, потому что, как сообщили из Вельска, да, судья вот сегодня, выслушав мнение сторон, он ушел в совещательную комнату. И начал там с собой совещаться. Да, вот это вот мне тоже всегда интересно. Суд совещался. Совещаясь на месте, суд установил. Судья ведь одна, как она сама с собой. Она как горлом разговаривает. Ну вот, нет, видимо, может быть так, а что они сделают в нашей принесе. Хозяин, да. Хозяин добрый, а толстый второй мерзкий хоббитец, он плохой. Второй мерзкий хоббитец. Ужас какой. Видимо, так. Так, ну что, мы тогда ждем Андрея Макаревича в следующем блоге. Вот, что касается, мы можем пока уже говорить или же пережидаем? Я хотел подать рекламу. Давай дадим. Нет, почему? Давай дадим это заплатить. Давай. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Реклама коротенькая, 40 секунд. Олимпийское золото в Лондоне, квинтэссенция успеха. Кристал Истра. Загородные резиденции для успешных людей. Всего 15 километров от Москвы с удобным подъездом по Новорижскому и Рублево-Успенскому шоссе. Горнолыжный склон и спа. Прогулочная набережная вдоль реки Истра и вековой сосновый лес. Вечные ценности в загородных резиденциях класса Делюкс Кристал Истра. Звоните 99-88-222-3w-crystal-istra.ru Телефон рекламной службы 627-10-27 Коммерсант ФМ 93,6 Радио новостей Макаревич Путину музыкант написал президенту открытое письмо, потому что не верит, что Путину наплевать и на страну. Валаамское целование. РПЦ пояснила, зачем игумен Мефодий поцеловал руку Владимиру Путину. Это следующая тема сегодняшней программы «Новости в классике». Все их подробности вы узнаете сразу после актуального трафика и погоды. Слово Александру Васильеву. Загруженный столичных магистралей к этому моменту оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Все внимание сейчас на столичные кольцевые. На бульварном ехать свободно можно только по внутренней стороне Тверского, Гоголевского бульвара и Покровского. На всех остальных затруднения и пробки. На Садовом движение с пробками в большом количестве. Затруднений немало вообще. Загруженность там высокая. 7 баллов в оба направления. Ехать без помех по Садовому можно. От Красных ворот до Воронцового поля. От Парка Культуры до Смоленской площади. От Срединга до Первого Коптельского переулка. По внутренней стороне. Внешнее направление свободно. В интервалах от Ленинского проспекта до Дубининской улицы. От Садовнической набережной. Вплоть до Таганки. От Нового Арбата до Смоленской площади. От Тверской до Красина. Еще на одном отрезке. От Николаевской улицы до Высокаявского моста. Движение тоже свободное. Информационный канал Яндекс.Пробки. Через 10 минут. Движение на радиальных магистралях столицы. 32 градуса в Москве сегодня. Обещают, что это самый последний жаркий день в этом году. Уже завтра будет прохладнее. Хотя, не знаю, 26. Если вы считаете, что это действительно прохладно, то хорошо. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19.42 в Москве. Новости в классике в эфире Коммерсант ФМ. Еще раз напоминаю, хэштег «Новости в классике» это наш Твиттер. Или мне в Твиттер можете писать. Кнопочка сообщения. Радио Коммерсант ФМ 936. Страница в Фейсбуке. Там же можно нас смотреть, как и на канале Ютьюб. Так, Андрей Макаревич написал письмо Владимиру Путину о коррупции. Потому что, в общем, накипело. Вечером Владимир Путин ответил Андрею Макаревичу. Давайте мы маленький кусочек из этого ответа послушаем. Смысл такой, что господин Макаревич... Ну, во-первых, да, государство, конечно, будет поддерживать борьбу с коррупцией. Но господин Макаревич должен написать теперь второе письмо к бизнесменам. Потому что, в общем, они несут ответственность за коррупцию. К сожалению, коррупционная составляющая довольно большая. Потому что очень много неурегулированных вопросов. И в самом экономике регулирования. Но это, к сожалению, дорога с двухсторонним движением. И поэтому второе письмо следовало бы адресовать уже представителям бизнеса. Потому что это в значительной степени... И с их подачи происходит провоцирование ситуации подобного рода. Но, кстати говоря, в соответствии с действующим загадательством, и взятка дателя, и взятка получателя несут одинаковую ответственность. Чтобы уже совсем интригу сохранить, я тебя сначала спрошу. Вот ты этот ответ Вадимира Путина Андрею Вадимовичу как расцениваешь? Ну, мне представляется, что следующее свое письмо после череды таких же Андрей Вадимович будет вынужден адресовать Господу Богу. Что вообще для художника всегда очень продуктивно. Вспомним молитву Акуджавы, молитву Вийона и так далее. Просто ясно, что он окажется крайним. Ну, бизнес виноват, да? А в бизнесе виноват... А в коррупции окажется виноват? Нет, нет, нет. Вот сказано, сейчас виноват бизнес, да? Это движедорога с двумя движениями, направлен по-настоящему к этому все отказательству, конечно, бизнес, да? А в ситуации с бизнесом виноват кризис, а в ситуации с кризисом виноват Америка. В общем, каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Так что Господу, Андрей Вадимович, Господу. Андрей Макаревич в эфире новостей в классике. Андрей Вадимович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот вы что думаете по поводу ответа президента? Потому что вы днем говорили, что вы вообще как-то не рассчитываете на особенную реакцию. Я не ожидал такой быстрой реакции, честно скажу. Владимиру Владимировичу вообще свойственно в первую голову все валить на наш бизнес. Я не считаю, что у нас какой-то ангельский идеальный бизнес, но я бы не стал вот в этой ситуации его винить, потому что часто бизнес поставит такие условия, что просто для того, чтобы выжить, он обязан принимать вот эти бандитские правила, которые ему навязаны чиновниками. И ноги-то растут не от бизнесменов, а все-таки оттуда. А можно я спрошу, Андрей Вадимович, здрасте, Дима Быков, привет. Привет, Дима. Вот, я что хочу спросить. Вот в свое время Михаил Ходорковский намекнул на то, что масса коррупционных структур в государстве, тут же ему ответили, а вот вы сами не очень там хорошо себя ведете. Вы не опасаетесь, что к вам доктора пришлют теперь? Ну, может, и пришлют. Ну, как бы. Что теперь делать? Ну, не знаю, но вы такой вариант допускаете, во всяком случае? Мы сейчас так живем, что я вообще все что угодно допускаю. Вот, прекрасно, спасибо большое. Я рад, что вы с таким трезвым оптимизмом относитесь к ситуации. Но я надеюсь, что обойдется. Если что, то мы морально с вами. Геда, подожди. Андрей Вадимович, погодите. Я все-таки хотел бы вернуться. Потому что вот вы сказали, что, во-первых, не ожидали, что так быстро ответил. Ну, а все-таки вот по содержательной части. Ответ президента, он как ответ вообще вами воспринимается? Или это скорее все-таки такая какая-то отписка? Потому что вы же сами говорите, что он постоянно на стрелке. Нет, на самом деле так. Вот спасибо, что ответил. Но лучше бы этого не делал. Ну, почему? Ответил, это нормально. Ну, как ответит лучше, да. Да, ну, как часто бывает, в общем, довольно общими фразами. И мне кажется, все-таки перекладыванием с больной головы... А можно узнать, что именно вас спровоцировало вот на такой... Что вы такого увидели, чего не видели раньше, вот в этой повестке? Вот честно? Да, честно. Не знаю. Ну, просто копились истории, которые мне рассказывали мои знакомые, мои товарищи. Просто копились, копились, потом я понял, что это... Ну, копил капитал Макаревич. Через краешек льется. Спасибо, Андрей Вадимович. Да подожди ты, подожди, Андрей Вадимович. Я молчу. У меня еще такой вопрос. Я не знаю, вам известно или нет, но после того, как ваше письмо стало достоянием гласности, очень много появилось заявлений, что Макаревич решил заняться самопиаром. Потому что... Вот на это я, знаете, что положил, да? Знаю, да. Большой из трибора. Знаменитого, знаменитого ямайского спринтера Хусейна Болта, да, я думаю. Да, 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 я при всем уважении к вот этому интернет-пространству сам сюда не хожу и нормально в жизни не советую. Андрей, а вы, Андрей Вадимович, а тут есть такая версия, что Путин сам вас попросил написать это письмо, чтобы привлечь внимание к кому-то. Конечно, а его попросил Сурков, наверное. Ну, понятное дело. Сурков, увы, теперь все понятно. Спрашивается. А что Кутиков в этой истории тогда делал с Маргульсом? А я не знаю. Они в ужасе смотрели, да. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, пока. Андрей Макаревич был в эфире новостей в классике. Ну, так все-таки, вот очередное такое письмо, довольно неожиданное. Нет, я понимаю, что, во всяком случае, действительно, даже у такого выдержанного человека, как Макаревич, а он человек очень сдержанный в быту, кто знает его, да, действительно, могут прорваться такие нотки, да, действительно, почти, уже не скажу истерические, но, во всяком случае, взволнованные. Ответ мне тоже очень понравился, и ответ классической путинской стилистики. Это вот такой тревог на обстоятельство. Я буду только рад, если Андрей Макаревич запишет цикл песен, в которых будет обращаться к разным людям, to whom it may concern, да, к разным инстанциям, от которых это зависит. А в конце закончит обращение к Господу, которое всегда, вот, чрезвычайно, в данном случае, благотворно. Тем более, что он, насколько я знаю, уже записал, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет, и БГ, кстати, это тоже записывал. Думаю, что такой альбом мог бы достойно побороться с российской коррупцией. Тем более, что мне это всегда очень нравится, когда Макаревич пишет новые песни. Я вот, если бы он их еще раз несколько написал... Всем нравится их, нравится, когда ты новые стихи пишешь. Я-то просто я, я-то гораздо чаще это делал, да, так что, в общем, я полагаю, что, по крайней мере, это наиболее ценный будет результат происходящего. Меня просто во всей этой истории, вот, опять же, как ты говоришь, если мы говорим о классике, у нас, на самом деле, жанр открытого письма президенту, он уже стал классическим за последние годы. Но я же тут очень мало их был. Да ладно, слушай, полно их было в свое время. И результатов-то, в общем-то, никаких особо нет. Вот, а люди все равно пишут и пишут... Результат тот, что появляются хорошие тексты. Вот это может быть лучшее. И потом, ведь, понимаете, чем больше знаковых людей, людей известных, осмелятся поднять голос против нынешней ситуации, тем более хрупкой станет покрывающая всю эту власть. Я думаю, что все-таки здесь Андрей Макарович на абсолютно правильном пути. Я только очень жалею, что к таким вопросам присоединяется очень небольшое количество народу. Вот когда рок-музыкантов попросили, там, в главе с Ильей Логутенко, например, выразиться, да, в пользу смягчения российского правосудия конкретно в ситуации с мужчинами, что-то они без энтузиазма на это, да, откликнулись. Вот я думаю, что чем больше у нас будет приличных людей, не боящихся возвысить голос, тем это будет как-то лучше для страны. Капля камень долбит. Да, тут такие комментарии по этой теме, что я даже читать ничего не буду. А что, можно узнать? Нет, 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 зачем? Кто хочет зайти почитать, зайдите на нашу страничку радиокомиссантов. Ну, ты прям напугал меня, ну расскажи. Ну, в общем, смысл такой, что президент, в общем... А, понятно, молодец. Да, не стал, на самом деле, по сути, разговаривать с музыкантом Макаревичем, а высказал так-то, как-то... Отписался, мягко говоря. Может быть, и правильно. Так, ну что, у нас следующая тема уже совсем скоро должна быть. Поехали. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Главное сегодня. Российские синхронистки завоевали золото на Лондонской Олимпиаде в соревнованиях дуэтов. Владимир Путин ответил на письмо Андрея Макаревича о коррупции. Певица Мадонна выступает с единственным концертом в Москве. Итак, новости коротко. Владимир Путин порекомендовал музыканту Андрею Макаревичу, написавшему ему открытое письмо по поводу высокого уровня коррупции в стране, обратиться с аналогичным посланием к бизнесу. Как заявил президент журналистам, предприниматели наравне с государством несут ответственность за все эти нехорошие явления. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает одной из причин последних космических аварий старение руководящих кадров предприятий ракетно-космической отрасли. Пока у нас самому молодому директору предприятий Роскосмоса будет 62 года, «Марсоходы нам будут только сниться, а фобосы будут падать в грунт», написал Рогозин в своем твиттере. Компания Warner Brothers объявила, что откладывает выход на экран нового фильма «Безлурмана» в «Великий Гэтсби». Ранее предполагалось, что фильм выпустит в прокат на ближайшее Рождество, но теперь предполагается, что премьера пройдет лишь летом следующего года. Почему, это неизвестно. Московский трафик. Слово Александру Васильеву. Плотность движения в Москве на данный момент оценивается в среднем на 6 баллов. Поток затруднен. Все внимание сейчас на столичной радиальной магистрали. С центра города в направлении МКАД свободный поток только на Волоколамском, шоссе на Рублевке и на Люблинской улице. На всех остальных, естественно, затруднений и пробке. Самые крупные из этих пробок на проспекте Мира. От Маломосковской улицы до Северянинской эстакады. На Можайке от Аминевского шоссе до МКАД и на Золоторожской набережной. От одноименной улицы вплоть до Госпитальной. Ехать за пределами столицы в сторону области тоже придется с пробками. Их много. Самые крупные. На Октябрьском проспекте от Генерала Кузнецова до Егорьевского шоссе. Между Международным шоссе и Шереметьевским. По Ленинградке и на Дмитровском. От Долгопрудненского шоссе до Поворота на Горке. Информационный канал Яндекс.Пробки. Через 10 минут о движении на столичных кольцевых. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Сегодня безбожно у нас зависает трансляция. Но кое-кто с комментариями все-таки прорывается. Алекс Маверик. Ну, Макаревич тоже ничего конкретного Путину не писал. Если бы был описан конкретный случай с фактами, суммами. О, совсем другое было. Это было бы настоящее открытое письмо. Конечно. Да. Сразу изменилось. Да? Да. Хорошо. Последняя тема... Скорее, чем пришли бы уже сегодня, мне кажется. Какие-то все-таки кровожадные. Так, последняя тема на сегодня. Это вот эти пресловутые чмоки-чмоки. Итак, президент Путин посетил Валаамский монастырь. Красота вы все знаете. Кто даже не знает, кто там не был, все равно знают, насколько там красиво. Место действительно совершенно уникальное. Вот накануне телеканал «Раш Тодей» показал встречу Владимира Путина там и с официальными лицами, государственными, и духовными, и с паломниками. В общем, там произошел вот этот вот эпизод. Один из священников поцеловал руку президенту, чем, кстати говоря, вызвал, не очень хорошо видно, но, тем не менее, вызвал негативную такую реакцию. Раздражение было такое у Путина. Даже он как-то так замахнулся на него. Ну, в общем, некрасиво все как-то выглядело. Поступили сегодня официальные разъяснения. Ну, давайте первоисточник, пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков, поскольку все это в монастыре Валаамском происходило. Значит, вот главный фигурант этой истории, игумен Мефодий. Он из Македонии, как выяснилось сегодня. Ну, и, собственно, вот как господин Шишков объяснил, в традициях Македонии поцелуй руки – это проявление уважения и признак смирения. Я как раз разговаривал по этому поводу с отцом Мефодием, и первый его ответ был. Это знак проявления любви маленького народа и признания к великому большому русскому народу. Он так это расценивал. Именно что президент России является представителем великого русского народа. В жесте целования руки президент России не было ничего личного. На Балканах, Македонии, Сербии, Черногории есть такая традиция – всегда уважать старших. В этом выражается только христианская любовь. Как представителя маленького славянского народа к любимому президенту. Ну, то есть, если тема письма Макаревича – это лидер сегодняшнего голосования в Фейсбуке, то вот чмоки-чмоки – это твиттер, твиттеровский такой фаворит. Ну, маленький македонский народ просто благодарит. Я… Дело в том, что, во-первых, в церкви нет ни Элина, ни Иудея, и обычай целовать ручку от имени маленького народа, большому народу – это что-то совсем не христианское. Но скажу тебе больше. Я был же в Македонии, там, на Ухридском озере, в Скопье. В Скопье. Две недели там провёл. И я ни разу не видел, чтобы кому-то поцеловали ручку. Более того, я в церкви там был, и тоже никто никому ничего не целовал. И скажу, что я там был, в общем, с весьма уважаемым в Македонии человеком покойным. Профессором Львом Минцем, кстати, неоднократным персонажем Кира Балычёва. Его называли там Башта Леви, отец Лев. И никогда не было случая, чтобы вошёл Башта Леви в храм или куда-нибудь в университет, и кто-нибудь потянулся его лобозать. Это невозможно, этого не бывает. Там, может быть, действительно, конкретно у этого отца есть такие… Я не хочу совершенно его обидеть, он и так уже получил своё и в Твиттере, и где угодно. Но зачем навязывать обычай? Это же напоминает мне дикую, тоже совершенно абсурдную ситуацию. Помнишь, когда брали Норд-Ост, и когда, значит, для того, чтобы скомпрометировать боевиков, одному из них вложили бутылку с коньяком. И тогда позвонил какой-то представитель, якобы Альфа, и сказал, это у нас такой обычай, мы всегда, когда настигаем врага, вкладываем ему бутылку с коньяком. Это был бред собачий, чудовищный, это произошло в эфире «Эхо-Москвы», я представлял, как Альфа настигает специально, вкладывает бутылку с коньяком. Ну, ребята, ну давайте уж как это приличие соблюдать. Вот Михаил Егоров пишет нам на Фейсбук, ладно, вам лицемерить, но это он не нам, это он как бы другим комментатором. Просто кто же укусит руку дающую? Только идиот. Я бы за денежки в ноги бухнулся. Ну, нет, ну это, понимаете, конечно, все-таки, ну еще ужасно вот произошло. Потому что поцеловал руку, да, это напоминает мне другую классическую цитату из Шварца, когда принцесса говорит Фрейлином, ну что вы так переполошились, он же поцеловал мне руку, а не... Молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать совершенно ужасные вещи, да, молчите, принцесса. Руку поцеловал, да, там, я не знаю, да, не в щеку. А скажи мне, вот что, дорогой друг Дмитрий Львович. Да, но нет такого обычая, был, видел, знал. Хорошо, а вот тоже, кстати, об обычаях. Вообще, в принципе, а почему это все показал канал Russia Today? А это как раз совершенно очевидно. Канал Russia Today задает стилистику, задает экспортный образ России, безусловно, показать, какой популярностью пользуются, там же самое страшное то, что руку целуют. Там одна из прихожанок, демонстрируя, ну, полное уже незнакомство с христианскими, в принципе, я говорю, знаете, хочется попросить у вас благословения. А мне хочется спросить, когда и кем Владимир Путин был рукоположен, что у него просят благословения, Хочется попросить у вас благословения. Это значит, власть... Нет, она не хочет, она спрашивает, как получите, как бы взять Ну, власть настолько сакральна, да, ну, конечно, она спрашивает, то, что ей хочется, да. Ведь власть до такой степени сакральна, до такой степени божественна, что ее готовы целовать в ботинок. Ну, за что? Что такого же? А что, разве это не в традициях? Это не в православной традиции абсолютно, потому что, в конце концов, даже Иван Грозный демонстративно, мы понимаем, что это все это был ритуал, но, тем не менее, он вез митрополита, вел его в поводу, когда ослика, когда митрополит въезжал на престол. Ведь это действительно он демонстрировал, тем самым, держа этого ослика за поводья, демонстрировал он свое смирение, да, этот ритуал, разработанный в русском православии. А как же тогда царь-батюшка, почему он батюшка? Но царь никогда не бывает выше церковной властью, это власть совершенно отдельная, просить вообще благословения, но это вот тоже, опять-таки, классический эпизод, когда, значит, староста некий приветствует Николая, первого, приехавшего с инспекции в деревню, и говорит, государь, ты столб, ты столб, товарищ, ничего выговорить не может, а ты дубина, говорит ему Николай, это совершенно верно, ты столб, а ты дубина, ну что такое, ребята, ну, давайте действительно у него, давайте еще что-то творить, он будет умероточить. Ну, подожди ты, ну, он же помазанник Божий, понимаешь, он выше, чем священник. Он помазанник Божий, разумеется, потому что это образ Христа на земле, о чем они все время говорят, но это совершенно не повод просить у него прощения, благословения, это другая власть, другая иерархия, понимаешь, но это все равно, что, проходя мимо милиционера, солдат бы рядовой отдал бы ему честь, да, хотя оба в форме, это две разные системы власти. Ты, как человек, служивший в армии, понимаешь, что это было бы оскорблением мундира, а в данном случае просто, ну, понимаешь, тут действительно, ну, хорошо, ну, у отца вот этого преподобного, там, как его зовут, случилось-то, Мефодий, прекрасное имя, у отца Мефодия случился трогательный порыв, он, говорят, очень добрый человек, он всех приходящих встречает вареньем из фиги, но тут, видимо, Владимиру Путину фигу показывать не стали при въезде, вот его вместо фиги встретили поцелуем. Да, ну, случилось такое, ну, давайте уж действительно, ведь самое ужасное, когда начинают исправлять, стирать бригет, объяснять что-то про национальные обычаи, я, кстати говоря, думаю, что народ братской Македонии очень обидится, что его назвали малым, потому что македонцы убеждены, что Кирилл и Мефодий вышли оттуда, и мы это знаем. Судя по тому, как они воюют с грехами... И болгарская культура, и сербская культура, все обязаны Македонии как прокультуре, когда их называют малым народом, да они еще, значит, в знак любви к боголюбимому президенту так унижаются перед ним, я не думаю, что македонский характер легко к этому отнесется, но, конечно, я этому священнику горячо сочувствую, потому что он подставился от чистого сердца. То есть, конечно, оно Александр Македонский герой, но зачем же... Но зачем же руки целовать? Охак, до завтра! Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике.